Тема урока «Методы изучения природы». На прошлом уроке вы познакомились с основными естественными науками, которые изучают природу. Для познания природных явлений большое значение имеет метод, которым пользуется ученый. «Методос» с греческого означает «способ познания», «путь». Основными методами изучения естественных наук являются наблюдение, эксперимент, измерение. Первый метод, который мы с вами рассмотрим, это наблюдение. Он является одним из самых доступных методов изучения природы, но для его проведения необходимо желание, терпение и умение. Французский энтомолог Жан-Анри Фабр пользовался этим методом при изучении окружающих организмов, в частности, насекомых. Фабра часто замечали на природе, когда он неподвижно сидел и что-то рассматривал. Многим это занятие казалось странным. Проходящие мимо не могли понять, чем на самом деле занимался этот человек. Однако то, чем занимался Фабр, внесло большой вклад в науку. Его работы были не только оригинальны, но еще и соответствовали высочайшим стандартам. Наблюдение за окружающими организмами на первый взгляд кажется простой работой, но иногда для того, чтобы понять те или иные явления, необходимы годы. Например, некоторые исследования Фабра длились десятилетиями. Он изучал поведение жуков-скоробеев почти 40 лет. Жан-Фабр писал о жуках, о гусеницах-бабочек, о кузнечиках. Однако его наибольшие симпатии были на стороне ос. Разгадывание их нравов стало делом жизни Фабра. Благодаря своей наблюдательности, он стал одним из лучших в мире знатоком насекомых. Свои открытия Фабр описал в книгах, которыми и сегодня восхищаются ученые и любители природы разных стран. Методом наблюдения пользуются не только биологи, но и ученые самых разных специальностей. Зажжем свечу и понаблюдаем за пламенем. Изучим его строение. Мы видим, что оно неоднородно по цвету. Пламя имеет три зоны. Темная зона находится в нижней части пламени. Это самая холодная зона по сравнению с другими. Темную зону окаймляет самая яркая часть пламени. Температура здесь выше, чем в темной зоне. Наиболее высокая же температура в верхней части пламени. Чтобы убедиться, что различные зоны пламени имеют разную температуру, можно провести такой опыт. Поместим лучинку в пламя так, чтобы она пересекала все три зоны. Лучинка сильнее обуглилась там, где она попала в зоны с ярким и менее ярким пламенем. Значит, пламя там более горячее. Средняя часть пламени не самая горячая. Такое же строение пламени не только у свечи, но и у других горящих предметов. Методом наблюдения пользуются при изучении физических явлений в атмосфере, газовой оболочке, окружающей нашу планету, и гидросфере, водной оболочке Земли. Наблюдения учеными ведутся за землетрясениями, лавинами и другими природными явлениями. Издавна основным методом астрономических исследований было визуальное наблюдение за небесными телами. Основным инструментом при этом является оптический телескоп. В телескоп можно наблюдать за различными небесными телами, планетами, кометами, звездами. Все звезды Вселенной имеют разный диаметр, и даже наше Солнце не самая огромная звезда, впрочем, и не самая маленькая. Наблюдение за астероидами позволит подготовить и осуществить план по предотвращению столкновения. Известна масса случаев падения метеоритов на Землю. На территории ЮАР есть кратер Вредифорд, который оставил на память посетивший планету метеорит. Недалеко от места его падения сейчас находится город Вредифорд. Кратер занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Падение объектов размером в десятки километров может причинить общий мировой ущерб вплоть до гибели человечества. Защита от астероидов включает в себя ряд методов, с помощью которых можно изменить траекторию околоземных объектов и предотвратить столкновение. С помощью наблюдения человек накапливает информацию об окружающем мире, приводит ее в систему и ищет в этой информации какие-то закономерности. Еще один метод изучения естественных наук — эксперимент. Слово эксперимент имеет латинское происхождение и на русский язык переводится как опыт, проба. Немецкий биолог Густав Крамер экспериментально установил, что перелетные птицы во время своих путешествий ориентируются по солнцу и звездам. От ловленных перелетных птиц Крамер посадил в клетку, стоявшую под открытым небом, и с наступлением прохладных осенних дней установил за ними постоянное наблюдение. Как только наступила пора перелетов, птицы стали вести себя беспокойно. Они безостановочно перепархивали в клетке с места на место, но при этом сохраняли определенное направление. В ненастную погоду такого предпочтительного направления не было. Но стоило показаться солнцу, как птицы, а это были дневные мигранты, возобновляли попытки лететь в направлении своих обычных миграций. Крамеру удалось убедительно доказать роль солнца и биологических часов в ориентации птиц. Если солнце закрыть от птиц непрозрачным экраном и с помощью зеркала направить на них солнечные лучи с другой стороны, то менялось и направление полета. С помощью опытов изучают поведение животных. Все вы видели, как маленькие утята следуют за мамой-уткой, куда бы она ни шла. Эта связь между мамой-уткой и утенком осуществляется в момент насиживания и вылупления птенца. Такая связь называется запечатлением. Самка во время насиживания яиц издает характерное кряканье, а утята, находящиеся в яйце, запечатляются на этот звук. Когда утята вылупятся, они бегут на голос, где бы ни находилась крякающая мать. Утята запечатляются не только на голос, но и на образ, внешность матери. Однако, если в момент вылупления утки не оказывается рядом, утята могут запечатлиться с любым движущимся предметом. Это было доказано экспериментально. Выведенных из яиц утят помещали вблизи модели утки. Искусственную утку перемещали по кругу. Увидев ее, утята начинали следовать за ней. Запечатление может произойти и с человеком. Если утята первым увидят его, они будут реагировать на него, как на свою мать, и всюду за ним следовать. Немецкий этолог Карл фон Фриш изучал способность медоносных пчел различать цвета. Приманку, сладкий нектар, помещали на квадрат определенного цвета. И вскоре насекомые садились на него и без приманки, безошибочно находя среди квадратов других цветов, даже если их меняли местами. Проводя эти опыты, ученый обнаружил, что достаточно одной пчелы-разведчицы, которая появится на цветном блюдечке с сиропом, выставленном на открытом воздухе, чтобы вскоре после ее возвращения в улей к этому блюдечку прилетело множество пчел. Этот опыт привел к открытию у пчел своеобразного языка, языка танцев, с помощью которого пчелы передают друг другу важную информацию. Очень часто при изучении природы применяют метод измерения. При помощи весов, к примеру, можно определить массу тела. Методом измерения было установлено, что лягушки впитывают воду через кожу. Древесную лягушку взвесили на весах и установили, что ее вес равняется 95 граммам. После этого лягушку обернули мокрой тряпкой и через час она весила уже 152 грамма. Ни одна амфибия не пьет воду обыкновенным способом, а всасывает ее исключительно через кожу. Вот почему для них необходима близость воды или сырость. Метод измерения также применяют для того, чтобы узнать, например, численность животных. Учитывают общее количество и плотность зверей или птиц, рыб, имеющихся на конкретной территории. Объектом учета могут быть сами животные, учет по встречам, норы и хатки, а также следы животных, заметные на снегу, а в определенных условиях и по чернотропу. Численность птиц определяют весной по их голосам и гнездовьям. Для постановки эксперимента часто необходимо специальное оборудование. Физики при изучении электрических цепей применяют приборы для измерения напряжения, силы тока и электрического сопротивления. Географы используют компасы — устройства, которые облегчают ориентирование на местности. С помощью компаса можно точно определить стороны света. Посмотрим, как он устроен. В центре компаса располагается намагниченная стрелка. Синий цвет, который показывает на север, а красный — на юг. По окружности — циферблат с обозначенными сторонами горизонта. Сбоку — оритир. Это приспособление, необходимое для закрепления подвижности стрелки. Чтобы определить по компасу стороны горизонта, нужно отпустить оритир и установить компас горизонтально, как можно дальше от магнитов и металлических предметов. Далее дождаться, пока указательная стрелка остановится и покажет сторону света. Синяя стрелка укажет на север, красная — на юг. Слева будет запад, а справа — восток. Химики в своих исследованиях также используют специальное оборудование. Простейшие из них — это, например, уже знакомый вам нагревательный прибор спиртовка и различная химическая посуда, в которой проводят и изучают превращение веществ, то есть химические реакции. В биологии широко используются оптические приборы, которые позволяют во много раз увеличить изображение наблюдаемого объекта. Увеличительное стекло — лупа. Микроскопы, позволяющие увидеть объекты, размеры которых лежат за пределами разрешающей способности глаза. Итак, сегодня на уроке вы узнали о том, что для познания природных явлений большое значение имеет метод. Основными методами изучения естественных наук являются наблюдение, эксперимент и измерение. Субтитры создавал DimaTorzok